Главный итог сентябрьских, ну несколько главных итогов сентябрьских выборов. Главный из них это совершенно внятно сформулированный запрос на свободу. Голосование за Навального это не голосование за ту или другую миграционную политику или экономическую политику. Это голосование по преимуществу за свободу. Это голосование, массовое голосование, так сказать, 600 тысяч москвичей внятно высказались за то, что они хотят возвращения нормальной демократической практики, свободных выборов, свободных СМИ независимого суда, честных выборов. Это и есть голосование за Навального. Это, разумеется, не голосование электорат Навального. Это чрезвычайно разнообразный электорат. И общий знаменатель там только один. Вот это самое требование свободы. Прекращение лживого путинского уже 15-летия скоро. Прекращение подлогов на выборах. Прекращение давления на общество. Прекращение черных списков. Прекращение подложного суда. Возврат к разделению властей. Возврат, собственно говоря, к нормальной европейской практике. Все остальное уже подробности. Второй результат уже практический. За блогера, который формально является расхитителем Кировского леса, а с точки зрения государственного пиара он является еще там и фашистом. Так вот, за этого человека проголосовало в полтора раза больше, чем за представителей четырех системных оппозиционных партий. ЛДПР, Яблоко, Справедливая Россия и Коммунисты вместе набрали в полтора раза меньше, чем один независимый блогер. Это означает признание фиктивности этой оппозиции. Это значит, что граждане России, проголосовавшие массово за Навального, не считают их оппозицией. Они считают их частью режима. Поэтому за них проголосовало так мало людей. Ну, можно сделать исключение для коммунистов, которые всегда вот эти 10% коммунистические всегда при всех условиях. Но все остальное очень выразительно. ЛДПР справа, Яблоко слева, да? И все вместе 5%, да? При почти 30% Навального. Это приговор так называемой системной оппозиции, которая, по сути, давно не является оппозицией, а является частью системы. И очень много лет уже воюет только за место у кормушки, у путинской кормушки. Навальный первый, кто вышел, как полагается, на выборах бороться за власть. И это оценили и московские избиратели. Это запрос на свободу.